Вот так еще совсем недавно выглядела набережная единственного в Глазове крупного водоема. Озеро в микрорайоне Южный поселок. Место отдыха, которое захламлялось мусором, ни урны, ни скамейки. Архивные фотофакты в руках Евгении Пшенниковой. Девушка учится в школе номер 16, которая стоит фактически на берегу озера. Смотреть на унылые пейзажи десятиклассница надоела. И тогда она решила действовать творчески. Я задавала, подходила вопрос учителями. Почему нельзя благоустроить и нет на такой большой территории места для отдыха наших жителей города? На что мне говорили. Этот вопрос уже был поднят несколько лет назад, но его тихонечко замяли. И она предложила, если тебе нравится эта идея, ты можешь пойти дальше. Мы узнали, что на территории этой территории должен был находиться дендропарк ближе к 2020 году. Но для этого нужны слишком большие средства. И мы решили создать парк более бюджетным основанием. На создание чертежей, эскизов и макетов у Жени и её одноклассников ушло примерно полгода. А ещё выяснилось, озеро – уникальное место. Здесь обитает 40 видов птиц. Среди них и краснокнижные. Каждую весну остановку здесь делают лебеди. В итоге проект, разработанный школьниками, получился очень продуманным. Реализацию взяло на себя градообразующее предприятие «Глазово-Чепецкий механический завод». И деньги были потрачены с умом. Мы наблюдаем такое количество людей. Я считаю, это будет одно из излюбленных мест горожан и будет очень восстановленным. На открытие набережной собрался весь южный посёлок. Теперь здесь удобный спуск к воде. Специально для любителей судомоделирования. Смотровая площадка и скамейки для всех, кто захочет просто отдохнуть у озера. В планах на следующий год его очистка, чтобы остановить заболачивание водоёма. Преображение набережной совместили и с ещё одним важным для города событием. В южном посёлке отпраздновали День двора. Его сценарий придумывали сами жители и предлагали именно то, что интересно самим. В итоге получился незабываемый вечер с концертом, танцами, многочисленными игровыми площадками и мастер-классами. Дмитрий Вороновин, Александр Широбоков, телеканал «Моя Удмуртия».